всем привет привет так думаю просто на какой колоде хочу хочу сделать расклад на какой колоде на какой колоде тема нашего расклада будет сегодня что отталкивает от вас людей что отталкивает от вас людей не всем мы надеемся иногда отталкиваем может быть ваши страхи может быть какие-то поступки может быть ваши убеждения вот это вот мы сегодня с вами посмотрим позиции вы видите перед собой даже криво стоит ну да ладно напоминаю что в разделе сообщества вышел анонса близко консультация переходите читайте и присылайте свои заявки а мы с вами давайте сразу приступим и так позиция номер один голубенький камешек единички смотрим что что отталкивает от вас людей ну либо чем вы отталкиваете людей неважно как это будет звучать что отталкивает от вас людей аркан смерти кого а я бы сказал так ваша личность на ваша личность влияние ваше влияние на других людей дело в том что при взаимодействии с вами вы оказываете очень сильное влияние на других людей на их сознание и они меняются здесь аркан перерождение вы как будто бы своим присутствием заставляете людей перерождаться то есть мыслить по-другому оставлять что-то изжитое до позади вы как будто бы очень глубоко погружаетесь в какие-то потаенные уголки людей погружаетесь в их бессознательные вот какие-то темные аспекты и начинаете по темные пласты поднимать их наверх либо напрямую через какую-то беседу либо косвенно когда человек равняясь на вас ну то есть при общении с вами он понимает вот насколько он не то чтобы не состоятельное но насколько я этому человеку еще нужно расти и расти до вас то есть он как будто бы сравнивает неосознанно себя с вами и понимает что но он вам не ровня в чем-то и ему надо меняться и вот здесь вот если человек готов меняться он с вами идет во взаимодействие если он не готов он будет либо сопротивляться либо будет уходить из вашего поля взаимодействия на него во воздействие на него и если допустим это какие-то вот дружеские отношения да у вас к другому человеку либо там я не знаю любовный либо лично еще что то если человек не меняется он уходит здесь вам может быть иногда больно почему потому что вы-то идете развития человек нет если он например не готов и вам больно будет опускать этого человека из своего пространства но вот такова ваша сила влияние на других людей то есть по сути вы заставляете их перерождаться смотреть на своем на свой мир по-другому на отпускать возможно прошлое то есть вы как являетесь каким-то ключевым человеком в жизни этих людей я по моему уже в каком-то из раскладов говорил об этом потому что выпадал также орган смерти перерождение то есть вы это человек который способствует перерождению личности другого человека еще и вот эти вот вы отталкиваетесь ну то есть по сути они вас боятся чем вы отталкиваетесь ну вот скорее всего тем что да ту спиндакли что вы настолько не знаю цены настолько прекрасно что вы являетесь подарком здесь как будто бы люди вас как-то идеализируют и а когда ты взаимодействуешь с идеалом то на равных не получается а дотянуться тоже опять таки не всегда бывает возможным и здесь как-то вот отношения на равных взаимодействие отношения выстроить не получается и люди понимают что но вы для них звезда до условно говоря либо вы для них какой-то подарок и поэтому вами только восхищаться насколько вот вам лично вам интересно общаться с людьми которые вот вас боготворят да и не видят вас людей ну то есть скучно да тоже скучно бывает вы уже хотите все время как будто бы сказать этому человеку да блин я нормальный так такой как все давай мы будем просто общаться но вот люди не видят они вас как-то идеализируют и это отталкивает возможно в данном случае вы отталкиваете здесь людей то есть если по первой позиции люди вас отталкивают потому что вот ваша энергия она им тяжело потому что они понимают что надо меняться с вами рядом если они хотят быть с вами рядом надо меняться то втором случае да вы как будто бы отталкиваете людей но вам становится скучно еще что отталкивает от вас может быть ваша даже финансовая какая-то составляющая да еще что отталкивает от вас людей ну дьявол отталкивает ваша сила отталкивает ваша харизма ваш магнетизм вот вот здесь смотрите как раз таки аркан смерти до перерождения и дьявол вот вы заставляете в кавычках заставляете людей посмотреть на свои теневые аспекты вот вы им все время как-то подсвечиваете это не всегда словесные всегда вербально да то есть вы как будто бы ну условно говоря допустим вот если бы вы были мужчины на а другой человек женщина вы выходите открываете дверь например да там подаете руку если человек садится за стол да то подвигаете стул либо там не знаю куда человек хочет сесть то есть вот какие-то манеры ваши человек понимает что блин вот а я не знаю как себя вести за столом либо вот вы сидите и ешь едите например с ложкой с вилкой и ножом у вас есть эти манера вашем окружении человек который ну привык кушать руками допустим курицу либо рыбу а вы со столовыми вот этими вот приборами прибором как называется ножом и вилкой допустим едите и человеку некомфортно он понимает что вот я чувствую себя несостоятельным опять же таки не потому что вы виноваты да что он где-то в чем-то неумеха либо него не хватает каких-то знаний либо он в чем-то ему еще предстоит учиться до либо развиваться но вот это вот а так вот вы вы подсвечиваете но либо вы не знаю вы можете говорить о каких-то вещах о которых человек даже не задумывался либо он не знает вот и он чувствует опять-таки свою какую-то никчемность по сравнению с вами но это он сравнивает это не то что вы сравниваете и человек понимает что ну вы не его поле ягодка и человек уходит либо например это пример когда вы заходите я не знаю в какие-нибудь дорогие бутики дорогие рестораны и вы понимаете что неважно как вы одеты и неважно сколько у вас денег в кармане а вот это вот состояние того что это не мое славливали когда-нибудь вот это вот ощущение но не мое это ну слишком дорого для меня либо я не потяну либо мне некомфортно иногда вот бывает заходишь в какой-нибудь ну условно говоря даже в дубае да заходишь вот на картинках даже если вы не были не не бывали там вот просто посмотреть на картинке ты заходишь вот везде вот это вот золото вот это вот роскошь насколько есть ощущение что это вот прям вот ваше кому-то кажется что ну блин это вот настолько пафосно и это не мое что вы сделаете данном случае скажется да я не хочу туда поехали ехать я поеду какое другое место понимаете что ну не ваша что вы не соответствуете этим энергиям вот здесь вот люди примерно они такие плюс ко всему здесь есть вот это вот ощущение что вы как будто становитесь не знаю каким-то искусителем для этих людей либо вы становитесь неким таким наркотиком у них зависимость от вас появляется и человек понимает что блин но я так не хочу особенно если это в нам в отношении да человек не хочет все время думать о вас у него есть какие-то другие допустим моменты в жизни он хочет думать о чем-то своем а ему приходится как будто вы допустим думать о вас да либо думать о том как вам соответствует это тоже не очень-то приятный момент вот либо человек здесь боится да то есть вы что-то опять же таки косвенно через бессознательное вызывайте в человеке то есть вы для него становитесь как некий такой экран и он своим умом своим собственным прожектором проецирует на вас какие-то свои бессознательные страхи может быть вы ему кому-то там напоминаете либо он вас видит что-то другое нежели то кем вы являетесь на самом деле и человеку очень сложно с этим справиться поэтому дьявол это такая достаточно яркая сильная мощная харизматичная личность с большим количеством знакомых человек который чувствует вот вы себя чувствуете кстати комфортно абсолютно в любых слоях общества давлю абсолютно в любом месте а вот если бы с вами был какой-нибудь партнер ему было бы некомфортно где тогда с вами комфортно а где-то нет и человек но вот отталкивает ваша энергия отталкивает не потому что она плохая а потому что она что-то вызывает сознание других людей и она заставляет эти сознания эти умы меняться то есть вы знаете человек может считать что вы очень плохо на него влияете очень плохо почему потому что ну человек становится сам не свой а когда у нас есть такая привычная комфортная среда и вдруг я становлюсь в кавычках невменяемым ну то есть не таким как обычно что нужно сделать с этим моментом бежать бежать оттуда кто на меня так сильно влияет даже если это во благо мне то что я буду делать я буду бежать вот вы вот такая личность и так вы влияете на других людей плюс ко всему вы вызываете страх вот вот своей вот этой вот масштабностью своей идеальностью какой-то до своей вот этой вот роскошью внутренней до духовной какой-то роскошью благостью вот это это все пугает очень сильно людей да я не бояться попасть под ваше влияние вот такая была первая позиция вторая позиция смотрим что отталкивает двоечки от вас людей вот сразу тоже вытащу три арканы как по первой позиции что отталкивает от вас людей здесь хочется сказать вот какое-то ваше эмоциональное состояние почему потому что смотрите здесь выпадает центральный аркан четверка кубков указывающая на то что человек как-то занят своими делами четверка кубков указывает на эмоциональный комфорт на эмоциональное какое-то такое знаете стабильное состояние когда вот мне хорошо меня все удовлетворяет я не хочу ничего другого то есть я не хочу обращать внимание ни на какую другой кубок не на какие другие возможности здесь человек сидит он прекрасно читает книгу ему это интересно как он может взаимодействовать с другими людьми и как он не будет взаимодействовать потому что ему другие люди не интересны мы интересно то чем он занимается значит правило вы не будете придавать внимание другом но значение другому человеку это может отталкивать двойка сосудов здесь указывает на то что человек вступил в новую какую-то зону он пошел туда где ему страшно то есть возможно вы отталкиваете людей тем что вам нравится что-то исследовать непонятное неизведанное то есть вот знаете вы не совсем понятны другим людям вот общение с вами она с одной стороны как там они вас видят как это сказать немножко каким-то таким грустным человеком который как тут периодически впадает какой-то уныние может быть вы впадаете в какой-то ностальгию воспоминания может быть у вас не бывает настроение либо нету энергии до апатия по каким-то вашим причинам но вот люди вас видят со стороны им это не нравится но это бывает не всегда потому что есть и другая сторона медали вот это вот тройка кубков какая-то легкомысленность то есть они вас в серьезно не воспринимают и это вот отталкивает то есть допустим но если просто куда-нибудь там сходить повеселиться для увеселительных какие-то развлечения да но для чего-то серьезного нет почему потому что вот ваша энергия она бывает очень тяжелой с одной стороны но вы этой сами понимаете потому что у вас свои какие-то интересы которые не совпадают с интересами людей которые вас окружают вот то есть здесь вот сто процентов надо как-то менять окружение с другой стороны по двойке сосуда вы как будто бы идете все время в какие-то неизведанные места но через страх вот вы как заяц который постоянно все время чего-то боится да он идет он делает этого он пробует это конечно же да но он все время находится в каких-то страхов какой-то вот своей неуверенности и вот вот это вот ваша неуверенность и то что вы как-то не знаю сомневаетесь все время вы транслируете какой-то страх вот от вас выходит вот этого страх я боюсь боюсь либо в прямом смысле либо в том что я как-то не уверен я не могу определиться я не могу сделать выбор я не чувствую в себе возможно энергия либо у меня сейчас нету настроения либо я не не готов сейчас что-то делать вот это вот все атакивает то есть с одной стороны какая-то легкомысленность ваша а либо как знаете как стрекоза вот лето красное пропела вот здесь вот вы являетесь архетипом стрекозы но она вроде бы хороша для того чтобы так вот летом попей да и повеселиться да это прекрасная компания но впереди ждет холодное лето вот что ты будешь делать и вот эта стрекоза она начинает как-то ну грустить есть становится как-то тяжеловато ой да и правда я не знаю что делать и как быть я вот такая хрупкая я не смогу ничего построить вот она идет к этому муравью и говорит муравей помоги мне а муравей мугреги говорит а с какого перепугу я тебе должен помогать да вот его там вот прыгаешь прыгаешь ну и прыгай дальше быстрее согреешься я вон вот все время работаю работаю что-то и делаю своей жизни и поэтому нам с тобой не по пути вот здесь какой-то такой архитект идет не знаю насколько правильно вас люди видят либо пришло время как-то изменить свое крушение ну то есть здесь отталкивает либо ваша какая-то вот не знаю чувствительность ранимость но это вот в негативном каком-то ключе здесь идет даст страхи и неуверенность хочется вот все время сказать как-то да возьми ты себя в руки и просто делай да то есть не ты одна такая вот с проблемами трудностями и другие преодолевали и ты преодолеешь то есть вас еще приходится как будто бы их поддерживать что ли ну вот и велика вероятность что в вашем окружении есть люди которых ну тоже трудности есть по жизни и поэтому ваши трудности они как будто бы их угнетают еще больше ну то есть это знаете как будто бы другой человек должен да а вы от этого чувствуете угрызение совести вот здесь вы как какие-то такие энергии вызываете в людях ну либо по тройке кубков что вы какая такая легкомысленные с вами можно только веселиться и на что-то серьезное вы как будто бы не способны такая знаете хохотушка веселушка и ничего из себя не представляете но у меня такое ощущение это опять же то что карты показали на такое ощущение что это какое-то какая-то ложная картина о вас то что вы транслируете но в любом случае это отталкивает людей я бы здесь задумалась о том кто эти люди которые вас окружают но мне кажется что не знаю либо вам окружение надо поменять либо действительно заглянуть в себя в контексте чего в контексте того что может быть вы очень часто показываете какую-то свою негативную сторону я не говорю о том что это надо скрывать но вот по каким-то причинам люди замечают именно этот момент да то есть вот либо вы грустите и боитесь либо вы веселитесь то есть вот какую-то среднюю такую половину они как будто бы не видят и вот эти вот крайности это их отталкивают вот здесь есть над чем задуматься здесь есть над чем задуматься так и третья позиция зеленый камешек троечки осмотрим что отталкивает от вас людей вот что от вас сталкивает людей три органа лабиринт на серьезные такие арканы здесь выпали десятка сосудов и аркан суда на то есть лабиринт альтернатива луны и аркан суда десятка сосудов говорит о о конечном пути до о том когда человек наполненный психологически эмоционально целостный человек который слился со своим высшим я страшный суд тоже говорит про это да про перерождение про то когда человек делает очень глубокую переоценку ценностей и понимает какие-то моменты в своей жизни до и важность то есть вот это семейный аркан и это тоже семейный аркан лабиринт говорит о том что человек не понимает куда ему идти то есть где-то он погряз в своих суждениях своих не знаю мотивах где-то в отдыха своего собственного бессознательного исходя из этого можем сказать что отталкивает отталкивает от вас людей ваш какой-то может быть эзотерический до в некоторой степени подход к жизни вот то что вот вы ищете какие-то глубокие не то чтобы смысла а вот моменты то есть вы как будто бы хотите я не знаю ощущение как будто у вас есть какие-то интересы которые отталкивают от вас людей то есть возможно не знаю вы делаете акцент на как регрессолог да то есть на перерождение души и вот очень много про это рассказываете и людям это не нравится либо наоборот вы рассказываете о каких-то своих практиках единения с высшим я о важности ощущение себя целостным то есть вот здесь такое чуть чувство что вот то что вы говорите о своих своем увлечении о своей о своем возможно роде деятельности вот это вот отталкивает людей почему потому что они не понимают вас они не понимают им это кажется очень тяжелым вот и и непрактичным то есть в теории да здесь такой вот это знаете как как отношение людей к философии да то есть обычно что говорят про философию то есть люди которые философствуют это те которые ленятся у них очень много времени им заняться нечем они рассуждают о жизни правду говорю благодарю здесь вот здесь примерно то же самое на секунду зараза никогда не бывает так чтобы один раз пачкнуть все время несколько раз и сидящий и вот здесь вот такое ощущение что либо вы все время находитесь каких-то поисках либо вы как-то вот копаетесь в бессознательном либо в чем-то таком сокрытым непонятным мистическом то есть вот люди не понимают почему вы этим увлечены то есть вот какая практическая ценность того чем вашей деятельности то чем вы занимаетесь либо то чем вы увлекаетесь им как будто бы ну вот чужды вот эти ценности либо вот вашей трансформации когда вы делаете переоценку ценностей когда возможно вы как-то серьезно еще подходите каким-то семейным ценностям да то есть вот то как вы относитесь к семье то как вы воспитываете возможно своих детей то есть здесь вот это вот эти аспекты они непонятны они непонятны вот даже например вопросы духовности вопросы внутренней гармонии когда вот вы про это говорите да люди вас не понимают они не то чтобы вас осуждает они не просто не понимают зачем не то что они не понимают чем конкретно вы занимаетесь они это понимают но нету понимания для чего вот какой результат того что ты этим занимаешься как обычно говорит среднестатистический человек это покушать можно нет если это кушать не нужно значит это не нужно в жизни да ну вот такие вот примитивные взгляды людей вот здесь это может отталкивать также еще здесь по луне какая-то цикличность вашего настроения тоже может отталкивать либо то о чем вы задумываетесь отталкивает людей не знаю возможно вы рассуждаете например о жизни и смерти о перерождении возможно какие-то религиозные тоже моменты и вот здесь вот это вот непонимание она отталкивает от вас страшит ли это здесь вот так же как и во второй позиции и я по-моему уже это говорила в одном из раскладе без раскладов вот здесь вот вам нужно немножко пересмотреть свое окружение знаете почему не потому что они там плохие люди либо они хорошие здесь такое у меня чувство как будто бы вот вы живете в параллельных вселенных вот вы в какой-то своей а люди в какой-то другой а почему вы вместе непонятно ну то есть что это вам дает и что это дает другим людям нету точек соприкосновения это как будто бы знаете не знаю брат сестрой находится в одной комнате у брата свои какие-то интересы у сестры какие-то свои интересы и они никак не пересекаются тогда они даже в разное время спят и в разных ясное дело кровати ну то есть единственное что их объединяет скорее всего одно помещение не более того то есть вот здесь как будто не знаю разношерстность какая-то ощущается вашем окружении причем вот вы здесь как-то более замкнутой идете мне более интровертные проходите хотя это вот по сути не ваша природа но из того что вот вас не понимаю да вы как-то был больше молчите либо стали больше молчать хочется конечно вот вы какая-то белая ворона в семье и вроде бы выгнать вас нельзя потому что вот вы являетесь как-то часть клана до семейного но из другой стороны вот вы как-то не знаю чудная какая-то вот вот по-другому назвать нельзя вот если бы можно было да вот у вас как-то в психушку закрыть да условно говоря тогда бы люди сказали ну был какое-то понимание ну то есть она сумасшедшая да и все вот и закрыли психушку вот вот там не место и теперь всем хорошо а так вы в здравом умеет психушку вас не закроешь и терпеть вот вас как будто бы не получается ну то есть и выгнать нельзя и и держать как-то ну не получается вот вы какой-то раздор вносите не то что вы со всеми ссоритесь а ну ты являетесь предметом ссор понимаете вот из-за вас как будто бы о вас люди говорят и всегда в ссоре кто-то берет вашу позицию а кто-то против вот люди как будто бы ссориться это вообще удивительно что вот вы ни к ни каким образом не взаимодействовать с этим людьми они как будто бы из-за вас ссориться ну вот как-то так здесь так это была третья позиция я благодарю вас всех за внимание я хочу пожелать вам прекрасных выходных до понедельника я вот думаю здесь расклад такой буду ли его делать на одну позицию или на три не знаю вот но но посмотрим все будет зависит от количества вопросов в раскладе тема будет ваша навязчивая идея поэтому я думаю сделать на одну позицию либо на 3 как это будет вот прощаюсь со всеми всем пока пока